У Гомеля может заявиться помник братам Лизюковым, Александру, Пятру и Яугену с просьбой об его установке. Сегодня до старшины Аблвыконкам Владимира Дворника по час особистого приема звернулись свояки Лизюковых Иван и Миколай Афанасьевы. Об чем домовились, ведает наш корреспондент Марина Джалая. На прием до губернатора батька и сына Афанасьевы пришли не только с просьбой об увековечении памяти их знакомитых свояков. Гены привезли с собой полководший орден, яким пасмяродно узнагородили генерал-майора Александра Лизюкова за уклад у перемогу над ворогом у стратегичных операциях 1941-1942 годов. Советский военачальник провел у самых складанных оборончих боях каля 13 месяцев за гену у битве у Воронежской области. Рашение о присуджении узнагороды принял особистый президент Российской Федерации Владимир Путин. Такая величная крональная история – одинная у военным летопису Беларуси. С трех брату, які воевали на великой чинной, двое стали героями Советского Союза. Третий – Явген – был партизаном. За три годы войны усе браты загинули, але память об их живе. Открытье помника може стать саправдным подарунком городу до 75-ти годы вызволения Беларуси, якое будет означаться в наступном годе. Старшиня Аблова Конка Молодимир Дворник инициативу подтримал. Пытання о взявлении помника буде разгледжено. Такого аккомпанирующего памятника, который бы, скажем, раскрывал всю суть его подвига, служил бы брендовым местом нашего города, такого, конечно, памятника у нас нет. И учитывая то, что в этом году будет 75-летие освобождения города Гомеля, приближается 75-летие освобождения нашей республики от фашистских захватчиков, в настоящее время урабатывается вопрос на уровне эскизного предложения о том, чтобы такой памятник появился в городе Гомеле. У якости махшимой пляцовки разглядели некольких гомельских улиц. Губернатор пропоновал и свой вариант размещения – в улицу имя брату Лизюковых. Там же, у 36-й гимназии имя Мележа, зараз находится одноименный музей. Это очень дорогое место в городе Гомеле, улица, которая носит имя братьев Лизюковых, школа, построенная здесь. И в торжественном открытии школы принимал участие сын Александра Лизюкова Юрий и моя бабушка. Это очень дорого и по-человечески очень дорого. Ну и, конечно же, память должна быть живой, память должна развиваться, память должна прирастать. Поэтому, конечно, было бы очень правильно, справедливо по отношению не только к братьям Лизюковым, но и ко всем героям Великой Отечественной войны, если бы в Гомеле, конечно, появился скульптурный памятник всем трем братьям Лизюковым – Евгению, Александру и Петру. Як подвиг одной семьи стал пероможным для усяго советского народа. Як 10 гаду створали уникальную книгу, де по кропельках собраны самые подробязные звездки об знакомитых братах. Для чего на заводе «Гомсельмаш» был выпущен один имяный комбайн «Командарм Лизюков». А так само я шею шмат цікавой ранее невядомой информации об наших земляках глядите у программе «Навины ты дня» у неделю 6 мая на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель».